День пожилых людей Потому что в этот день, я считаю, мы должны чествовать людей, которые вышли на засунженный отдых, которые стали ветеранами труда, которые много сделали, чтобы прославить свою организацию, свое предприятие, свое учебное заведение, свою республику, свою страну. И мы должны в этот день их благодарить, выражать им нашу признательность, потому что они своим трудом сделали возможность ту жизнь, которую сегодня мы имеем. И вот сегодня мы в университете, наверное, одно из центральных мероприятий декады таких людей, уважаемых людей, когда мы приветствуем и поздравляем их с праздником таким, желаем им здоровья, благополучия. Это концерт, который в честь ветеранов труда дает камерный оркестр новая музыка, выступают очень известные артисты, я вообще даже считаю блестящий такой концерт. Будут еще мероприятия, конечно, в институтах, когда институты будут сами чествовать своих ветеранов, преподавателей, наших профессоров, сотрудников, которые вышли на заслуженный отдых. И, конечно же, я надеюсь, что и молодежь еще, в общем-то, как-то выразится в отношении к этим людям, вот на этих мероприятиях, которые будут проходить во всех подразделениях нашего университета. А можно поподробнее знать, что это мероприятия такие на институтах? Ну, это встречи с ветеранами, у молодежи, я думаю, Олег Магдиневич подробнее скажет. Потом, насколько я знаю, наш профсоюзный комитет отправил всем нашим ветеранам поздравительные открытки. И ректорат, в общем-то, поощрил наших уважаемых ветеранов маленькой, пусть маленькой, но, я считаю, приятной премией. Каждый из них получил определенную сумму премии. И вот это, в общем-то, знак нашего внимания, знак нашего уважения к этим людям, за то, что они сделали для внешних святых, для республик и для стран. Скажите, пожалуйста, вот, что вы думаете по поводу ветеранов Казанского федерального университета? У них есть какое-то свое отличие, может быть, такое? Наверное, есть. Но вот у нас более 3100 ветеранов труда, пенсионеров, которые, так сказать, должны отдыхать. Но из них еще почти полторы тысячи, это 1560 человек где-то работают, трудятся и сегодня продолжают или на преподавательскую работу, или на научную, так сказать, в стезе, или же работают где-то на каких-то подразделениях нашего университета. И, конечно, преподаватели, они немного отличаются, наверное, от других категорий. В общем-то, население нашего общества, даже университета, у них, так сказать, своя психология, свои традиции определенные. Но, тем не менее, их всех объединяет то, что они все делают общее дело, они работают на Казанской университете. Вот этим, так сказать, объединяющим началом мы всегда, когда подходим, приветствуем именно вот эти федерации. Спасибо большое.